Кто не знает аккаин? Белая береза, плакучая береза, это символ России. Все знают, что береза веники полезны. Березы сок в детстве пили люди все. Но мало кто, к сожалению, использует молодые листочки березы. Вот молодыми листочками березы мы называем такие листочки, которые размером примерно с 5 копеечную монету. Которые блестят и которые клейкие. Дело в том, что вот такие молодые листочки обладают уникальным свойством убирать из нашего организма такие паразиты, как хламидии и лямблии. Способ приготовления этих листочков для того, чтобы выводить лямблии, очень простой. Надо 9 вот таких маленьких листочков залить 200 граммами крутого кипятка и в термосе всю ночь парить. Утром на кончике ножа добавить питьевую соду, 10 минут выждать и процедить. И полученный настой около 150 грамм нужно выпить натощак в 3-4 приема. Через 10-15 минут можно только принимать пищу. В результате двухнедельного приема этих листочков достигается практически 100% исчезновение этих ужасных паразитов и желчеводячих путей. Чуть попозже листья собирают уже для других целей. В зрелых листьях, которые собираются в конце июня и в июле, до середины июля, листья обладают сильнейшим мочегонным и противовоспалительным эффектом. Причем, по исследованию многих ученых, листья обладают более сильным выраженным эффектом, чем синтетические мочегонные средства. Дело в том, что в этих удивительных листочках обыкновенного растения, характернейшего для нашей зоны, есть удивительное соединение никотиновой кислоты. А именно никотиновая кислота улучшает тканевый обмен в паренхимии почек. Улучшает лучшую фильтрацию почками нашей крови. Также эти листочки обладают выраженным желчегонным действием. И получается, что когда мы употребляем эти листочки в виде настоя, а настой их, в отличие от молодых, очень простой. Надо ложку слаборезанных этих листочков залить 300 граммами холодной воды, довести до кипения. И настоять час при температуре около 60 градусов. Через час процедить и пить три раза в день. Утром, днём и вечером. В данном случае не обязательно приём до еды. Можно и минут 20-30 спустя после приёма пищи. И тогда мы достигаем тройной эффект. Первое. Противопаразитарные. Мы избавляемся от лямбли и хламидии. Второе. Желчегонные и печёночные эффекты. Третье. Мочегонный эффект со оздоравливающим эффектом почек. Я советую использовать молодые листочки и взрослые отросшие листья для лечения организма. Не надо пренебрегать этим простым, но очень эффективным средством. Крепкого вам здоровья!